Приветствую, братья и сёстры. Мудрый человек. Когда мы слышим эти слова, что мы представляем себе? Какой мы видим образ? Скорее всего, мы себе представляем пожилого такого старца, которому люди приходят за советом. Это довольно логическое представление, потому что чем старше, тем больше опыта приобретает, больше знаний и опыта приобретает человек. И он становится мудрее. Например, я сейчас по-другому мыслю, чем 10 лет назад. У меня другие цели. Если я даже думаю, как я мыслил 10 лет назад, я иногда даже улыбаюсь, потому что я как-то понимаю, что я уже приобрел какой-то опыт и знания. Но только ли возрастом приобретается мудрость? Нет. Вы со мной согласитесь, что иногда можно встретить людей непогодом мудрыми. Что я имею в виду? Что человек в юном возрасте имеет мудрые мысли, здравое рассуждение присущим старшим поколению. Причины могут быть разные. Здравое учение, хорошее воспитание, жизненный опыт. Вот есть разные пути, которые я говорил. Возраст, время проходит, мы приобретаем какой-то опыт, знания, здравое учение, воспитание, может быть даже черта характера. Разные пути. Но в конце мы придем к выводу, что есть только один истинный путь. А сейчас давайте ответим на один вопрос. Кого в Библии мы можем назвать самым мудрым человеком? Кого в Библии мы можем назвать самым мудрым человеком? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что это Соломон. Потому что сам Бог называет, что Бог дал ему мудрость, которой не будет ни у кого такой мудрости. Трудно сказать, что в старости он поступил мудро. Мы помним, что было, как заканчивалась его жизнь, что он начал поклоняться идолам. Это не совсем мудрое решение. Его сердце не полностью принадлежало Богу. Он не переставал поклоняться Богу, но при этом начал поклоняться и другим богам. Но даже сегодня люди цитируют Соломона. Сколько лет прошло, но его слова актуальны. Давайте прочитаем несколько стихов с 3-го царств, 3-я глава. 3-я царств, 3-я глава, 3-й стих. 3-я царств, 3-я глава, 3-й стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах». Что говорится о Соломоне в начале стиха? «Что он возлюбил Господа». Вот здесь начинается мудрость Соломона. Сам Соломон написал «Начало мудрости – страх Господень». Страх Господень – это когда мы познаем Бога, Его величие, какой Он всемогущий. Мы познаем, какой Он. У нас появляется трепет перед Ним. И невозможно не поклоняться Ему. А без любви невозможно познавать Его. Дальше в этой же главе Соломон приносит жертву Богу в Гаваоне. И там Бог является ему во сне. И сказал Бог, проси, что дать тебе. И просил Соломон мудрость, сердце разумное. Богу понравилась его просьба. И дал ему мудрость и даже больше, и богатство, и славу. Я думаю, что вам знакома эта история. Вот этот диалог. Если вы, может быть, не помните, вы можете дома еще раз прочитать эту главу. Я бы хотел прочесть еще в этой главе седьмой и восьмой стих. Говорит Соломон. «И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрык малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб Твой среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть». Он говорит, я юноша, мои знания ограничены. Да, он вырос во дворце, имел самых лучших учителей в стране. Прочитал много книг, возможно, знал несколько языков, но он понимал, что он не все знает. У него есть вопросы, на которые никто не может дать ответ. Дальше он называет себя рабом. Он понимает, что Бог – источник мудрости, что без него он не способен сделать ничего. Поэтому он согласен быть рабом для Бога. Как в нашей жизни? Насколько мы искренне сами собой? Насколько мы, как Соломон, может увидеть свое состояние перед Богом? Как Соломон увидеть себя со стороны? Нуждаемся ли мы в мудрости? Или мы считаем себя мудрыми? Может быть, кто-то думает, что у меня есть высшее образование. Я закончил университет Пенстейте или прочитал много книг. Возможно, у меня хорошее воспитание или у меня хорошее качество моего характера. И ты думаешь, зачем мне просить у Бога мудрости? Пусть другие просят. Когда я смотрю на свою жизнь, я понимаю, что мне нужна мудрость во всех сферах моей жизни. Даже там, где мне казалось бы, я часто делаю какую-то работу, даже там, где я считаю себя профессионалом, когда мы делаем какую-то работу постоянно, мы считаем, что мы знаем эту работу хорошо, мы считаем себя профессионалами в этом. Мы думаем, что нам не нужно, потому что мы это делали сто раз. Я помню, как один брат рассказывал случай у него на работе. Это в Украине. Он рассказывал, что он пришел в квартиру, в апартмент, чтобы поменять бойлер, то, что нагревает воду. Он уже делал это сто раз. Он был профессионалом этого дела. Он думал, ну я приду сейчас максимум час. Он уже мысленно планировал день, что будет дальше делать, что быстро сделает эту работу, потому что он это делал очень часто. И вот он пришел, начал устанавливать так, как он знает, как правильно. Он делает эту работу, все хорошо. И он включает, и не работает ничего. Он опять ищет, в чем причина. Уже проходит час, второй, он не понимает, почему не работает. Он делает все правильно. И он говорил, что он не знал, что делать дальше. Он взял и просто помолился Богу. Он помолился Богу. И Бог дал мудрости. И он исправил, сделал работу. Казалось бы, он профессионал. Он делает это не первый раз. Но даже там, где мы считаем, мы уверены в этой работе, что мы сделаем ему, что мы профессионалы, даже там мы нуждаемся в мудрости. Послание Якова, 1 глава 5 стих, говорит такие слова. Если же у кого из вас не достает мудрость, допросит у Бога, дающая всем просто и без упрека, и дастся ему. Я думаю, только один человек не нуждался в мудрости. Это Иисус. Потому что он сам источник мудрости. Он Бог. Когда мы читаем книгу «Притч», когда мы читаем книгу «Притч», праведника Соломон называет мудрым. Праведника Соломон называет мудрым, а не верующего Соломон называет немудрым или глупым. Праведник – это мудрый человек. В самом начале я говорил, что есть только один путь. Это путь праведника. Путь к мудрости – это возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и возлюбить ближнего твоего, как самого себя. Как Соломон возлюбил Господа и стал рабом для него. Люди во всех временах посвящали свою жизнь различным учениям, философии, науке. Возможно, мы даже сегодня восхищаемся такими людьми, которые сделали что-то полезное для общества. Ну и много чего и неполезного. Мы знаем, и оружие человек сделал, и другие вещи, которые неполезны сегодня. Но люди посвятили себя всю жизнь. Они не посвятили себя Богу. Они не поставили Бога на первом месте. Скорее всего, они стали великими людьми. Мы знаем о них. Возможно, и восхищаемся. Они приобрели весь мир. Иисус сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ничто не может сравниться с Божьей мудростью. Не может творение превзойти Творца. Что бы человек ни делал без Христа, он не может дать выкуп за душу свою. Мудрый человек – это тот, который посвятил свою жизнь Богу и поставил его на первом месте. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...